Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала и сегодня я для вас хочу приготовить вот такие очень вкусные, аппетитные кутабы, двух видов, смотрите как я их готовил. Картофель я предварительно почистил, помыл и нарезал вот на такие вот куски, если я встану ты у меня ляжешь. Картофель я отправляю в кастрюлю в которой мы будем варить наш картофель, не забываем сразу посолить, заливаю я картофель кипятком и отправляю на огонь, готовится до готовности, а тем временем пока у нас варится картофель, я приготовил уже муку, мука у меня здесь простая обычная пшеничная, добавляю сюда соль и сразу хорошенько перемешиваю, добавляем воду, воду я обычную взял комнатной температуры и замешиваем тесто, тесто я замесил, положил его в полиэтиленовый пакет и отправляю отдохнуть на полчасика, как стемнеет, кассу будем брать и он пойдет, все. Картофель наш сварился, теперь я его превращаю в пюре, а тем временем я нарезал уже лук полукольцами, натер на терке морковь на крупной терке и приготовил сковороду, налил масло и отправляю все это обжариваться, обжариваю я на среднем огне, морковь с луком минут 10-15, чуть-чуть подсаливаю, теперь в картофель и отправляю нашу зажарку, сразу пробуем на соль, добавляю я сюда немножко смесь перцев и все хорошенько перемешиваю, в итоге получается у нас вот такое вот картофельное пюре, тесто наше отдохнуло и уже готово, теперь нарезаем небольшими кусочками, обваливаем в муке и раскатываем в тонкие лепешки, накладываем картофель, накрываем и хорошенько прижимаем края и прохожу края я вилкой, делаем такой вот узорчик, разогрел я сковороду и без масла отправляем наши кутабы обжариваться с двух сторон. Девушка при какой температуре блетень дает? Обжарил я уже одну сторону, переворачиваем и обжариваем вторую сторону. И так наши кутабы готовы, посмотрите какие они вкусные, аппетитные, такие кутабы можно кушать и в пост, это блюдо можно смело назвать постное блюдо, можно готовить его тем людям которые держат пост, а вот эти вот кутабы, можно сказать чебуреки, я готовил, обжаривал их на подсолнечном масле, посмотрите какого они цвета, вот эти вот кутабы намного мягче, нежнее получились, так как я живу со старыми родителями, для них вот эти вот кутабы лучше. И в итоге вот получаем мы такой результат, два разных кутаба, один без масла, другой жарил я на масле, который без масла он такой более твердый, более сухой, а второй более мягкий и нежный, смотрите сами как вам удобнее, как вам вкуснее, готовьте и так и так можно. Ну что ж кому понравилось это видео ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Давайте, давайте, не сомневайтесь. Всем пока, пока. Ну а этими кутабами я угощу всех своих подруг, которые у меня появились, так что девчата угощайтесь, приятного аппетита.